Продолжение следует... У Советского Союза была очень длительная история изучения Луны, но с помощью именно автоматических станций. Но также шло соревнование, такое в кавычках, о том, кто же сможет первого своего космонавта отправить на Луну. И здесь американцы действительно опередили Советский Союз. Продолжение следует... Важно было правильно это осветить, правильно подать в новостях, потому что все-таки речь шла в том числе о приоритете на международной арене и вообще о престиже страны. Поэтому комментировали довольно сухо, то есть прямая трансляция показана не была в высадке американцев на Луну, она была показана позднее в записи. Но тем не менее, надо отдать должное, что в Советском Союзе было освещено это, то есть нигде не замалчивалось ни в коем случае. Продолжение следует... Мы первыми в космосе, так вот первый спутник, первый человек, первый выход, первая лунная программа, так мы на Луне первые, так автоматами, роботами. Мы первые на Венере, мы первые на Марсе, первые телескопы, так первые лаборатории. И все, вы знаете, я понимаю американцев. Хоть где-то надо быть первым. Я часто разговариваю с американцами, своими друзьями, коллегами. Нам нечего делить. У каждого своя история, у каждого свои великие герои. Им никогда у нас не отнять Гагарина. Никогда. Никогда не отнять Леонова. Нам никогда не отнять у них Нила Армстронга. Потом я пойду в магазин, потому что у нас он закрывается. И было разочарование. Как же так? Вот мы, давшие миру Гагарина, почему мы на Луне не первые? Ну вот как вот так? То есть было какая-то такая, знаете, обида. Но люди, которые были выше этого, они, конечно, понимали, что высадка человека на Луну это все-таки общечеловеческое достижение, это достижение человеческой цивилизации. Это вот та грань прогресса, которую достиг человек. И не важно, ты русский, коммунист или капиталист, американец и так далее. То есть, конечно, было, безусловно, конечно, была гордость, что человек смог достичь Луны. Жалко, что это американец, не наш. Но то, что это сделал человек, это, конечно, было великое достижение. И люди это понимали. Мы не видели, к сожалению, нас этого не показывали. Ведь в Америке был показан старт Аполлона, да, и полет туда, и высадку. А мы этого не видели. Но, как потом нам показали, показалось, очень красиво было. Было восхищение. Любая техническая победа или, скажем, победа человечества, это, знаете, всегда восхищает. Значение, я считаю, это очень большое и, наверное, глобальное значение для всего человечества. Потому что, сейчас, для всего человечества, не только для россиян, а всего мира. Потому что мы, люди, живем на планете Земля. И человечество всегда ищет, что же вокруг нас. И что мы используем, когда узнаем новое пространство Вселенной. Потому что люди, американцы, высиделись и доказали, что человечество наше еще должно развиваться дальше, дальше. Естественно, должно быть инновационное. Техника должна развиваться. Поэтому на сегодняшний день россияне и американцы вместе идут на развитие человеческого сообщества. Я считаю, это прекрасный момент. Продолжение следует...